Ричард, я не буду говорить о наших частных дипломатических разговорах. Единственное, что я могу сказать, если вы видели этот ролик, то видно, что все сработано очень качественно. Аудиозапись очень хорошая, фотографии неплохие. Кто-то очень постарался, чтобы это сделать. В этой записи вы используете очень крепкие выражения по поводу Европейского Союза. Вы принесли извинения европейским лидерам? Вчера я связалась со своими коллегами в ЕС. Возможно, вы знаете, что есть также запись разговора между некоторыми чиновниками Европейского Союза. Так что я думаю, что вчера у нас с ними был общий опыт, так скажем. А что вы можете сказать о ваших отношениях с украинской оппозицией? Вчера у нас был хороший разговор. С каждым из них у меня отличные индивидуальные отношения, и у нас прекрасные совместные отношения. И вы считаете, что все будет развиваться? Разумеется. Вчера мы все вместе собирались с ними, уже после того, как была обнародована эта запись, и мы продолжили работать над вопросами, о которых шла речь. За последние несколько дней россияне выступили с очень серьезными обвинениями в том, что США финансируют оппозицию в объеме 20 миллионов долларов в неделю. Кроме того, американцы, как утверждается, обучают и даже вооружают оппозиционных активистов. Что вы на это скажете? Что это полнейшая выдумка, что у кого-то ну просто очень богатое воображение. Я бы очень хотела, чтобы у нас было дополнительно 20 миллионов долларов для поддержки местного гражданского общества, независимых СМИ, свободы слова. Но вы каким-то образом финансируете украинскую оппозицию? Мы поддерживаем местные независимые СМИ, но мы не финансируем ни одну местную политическую партию.